друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал и маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки сегодня хотелось бы начать с небольшого информационного сообщения как вы знаете компания маркетс всегда делает все возможное чтобы улучшить торговые условия для своих клиентов и одно из последних изменений это более высокие кредитные плечи которые теперь доступны каждому трейдеру а маркетс напоминаю то что высокие плечи более высокие плечи дают возможность сэкономить на маржинальных залоговых требованиях и соответственно чем меньше залог тем больше свободных средств и тем больше возможностей использовать в торговле более широкий ассортимент торговых инструментов и проводить больше сделок можно провести аналогию что более высокие плечи добавляют мощности двигателю вашего автомобиля то есть вы можете знать что потенциал есть солидный но вот использовать ли его друзья это конечно же решение прежде всего ваше что касается событий текущей торговой сессии сегодня у нас два серьезных фундаментальных триггера один не такой серьезный это данные по запасам нефти хотя мы видим по реакции трейдеров на этот отчет в последней неделе участники рынка больше под него опять же закладываются и готовы работать с статистикой если она выбивается из ожиданий сегодня по запасам я считаю что они скорее всего снизится и при снижении запасов а в частности американский институт нефти накануне сообщил о том что они просили на 2 и 6 миллиона что стало фактором поддержки для котировок если официальное ведомство также сообщит о подобных цифрах даже похожих я уверен то что котировок нефти будет еще один повод друзья упрочить свои позиции ну и конечно же самый главный фундаментальный релиз сегодняшнего дня это в 21.00 по московскому времени выход протоколов фреса да это протоколы которые фактически расписывают как дорожную карту решение прошедшего заседания но я думаю что многим стоит еще раз напомнить про позицию регулятора касательно процентных ставок программы количественного смягчения которые уже сейчас с пусть и определенного рода временным лагом но приводит к ослаблению курса американского доллара и сегодня еще один акцент на мягкую экономическую политику может спровоцировать еще одну волну распродаж американского доллара начнем по порядку давайте с рынка нефти 63 04 здесь можно перечислять положительные факторы которые я вижу в арсенале своем чтобы оправдывать именно интерес к бренду WTI только с точки зрения покупок это ожидание более высокого спроса которые а фактически доказывают оправдывают решение участников энергетического пакта увеличить в период с мая по июль уровень нефтедобычи если бы прогнозов вам не было касательно более высокого спроса страны опек плюс никогда бы не пошли на такого рода решения все кто переживает за перспективу мирового экономического роста эти опасения в принципе оправданы из-за ситуации с ковидом еврозоне могу смело сказать друзья не стоит переживать потому что если новостной фон ну реально действительно очень сильно ухудшится и спрос вместо того чтобы нарасти начнет постепенно сокращаться опек будут готовы откатить решение по росту нефтедобычи потому что она поступает в силу только лишь с мая и возможно даже рассмотреть сценарий при котором уровень нефтедобычи будет еще значительный снижен опека следит за тем что происходит на рынке нефти положимся на то что их решение все-таки соответствует реальности реальному положению дел и опек сохранить за собой статус организации выступающий гарантом стабильности цен на нефти второй фактор запасы который мы только что разобрали api минуса ждем официальные данные тоже со знака минуса по снижению запасов и ждем логичному отклика котировок международный валютный фонд улучшили перспективы мирового экономического роста на этот год до 6 процентов тоже неспроста администрация аналитической информации накануне опубликовала доклад доклад в котором был повышен прогноза спроса на нефть на 180 тысяч и каждый месяц практически этот прогноз улучшается я думаю что конце концов когда у нас будет возможность говорить о о заключительном докладе этого года общий спрос на нефтянку вырастет больше чем на 500 тысяч баррелей со всех сторон друзья стекают вот эти положительные факторы я считаю что не нужно негативить на таком фундаменте нужно положиться на этот новостной фон и поставить на длинные позиции тем более что сейчас мы видим вдоль всего широкого рынка активный спрос именно на рисковые инструменты которым относится и нефтянка американская валюта 92 32 десятилетний трежер снижается и вслед за снижением доходности американских облигаций валится доллар распродажи доллара усилились накануне после того как коджанет хелен сделала заявление о том что ожидаемый рост американской экономики это тире роста на всей мировой экономики после чего трейдеры пораскинув мозгами все-таки пришли к выводу а зачем же на таких прогнозах улучшения мировых экономических перспектив работать защиты поставили на рост риска вот в итоге мы это и видели друзья на мой взгляд индекс американской валюты уже развернулся и чем быстрее мы пробьем поддержку 92 пункта тем еще больше и быстрее убедимся в том что дальнейший горизонт снижение может предполагать ослабление этого инструмента до уровня 90 пунктов и еще ниже а потенциале слабого доллара я говорил вам всегда и сейчас мы как раз наблюдаем за тем как этот сценарий отрабатывается золото напротив растет 1738 локальный максимум вчера был 1745 ближайшая цель 1750 но это только ближайшая цель фиксироваться там не нужно просто для улучшения настроений того что сделка находится верно направлении мы ждем движение выше отметки 1800 за долларов за тройскую унцию американский фондовый рынок растет я подкупил доу джонса ранее работал с сэн пи и нас даком цели там были достигнуты по доу джонс сейчас котировки 33 тысячи 350 пунктов не нужно в моменте прям кидаться сейчас в эту среду промышленного индекса если вы согласны с тем что этот индекс будет расти и согласны с тем что я правильно сделал что открыл длинную позицию я предлагаю вам отложку buy stop 33 тысячи 400 пунктов добираемся до туда забираем с целями друзья амбициозными 35 тысяч на пункт а в австралийца держим длинную позицию 0 76 54 цель выше 0 77 евро против доллара 1 1870 европейская валюта немного расстраивает но все-таки ситуация с темпами вакцинации с к видом жесткими ограничениями она может аукнуться в любой момент в динамике евро и спровоцировать снижение больше чем на фигуру сегодня в 10 50 выйдет блок статистики по активности в сфере услуг еврозоны это мартовские показатели посмотрим как изоляция и локдауны повлияли на данный сектор думаю что цифры скорее всего разочарует и по фунту как и ранее длинная позиция в приоритете цель на уровне 1 40 ждем 12 апреля следующий этап послабления карантинных ограничений кстати в англии вчера отчитались о том что повторную вакцинацию прошли уже 5 миллионов человек я думаю что англия начинает уже даже по этому показателю опережать и сша короче фонд очень интересен для покупок на этом собственно все хорошие торговые сессии всем пока